всем привет дорогие друзья гости постоянные зрители моего канала спасибо что заглянули сегодня ко мне и сегодня в этом видео вместе с вами я хочу распаковать и начать вышивать вот этот набор набор отриолис за номером 1729 под названием пуансетти и это для меня особый старт и особый набор в эту панель я была влюблена буквально с первого взгляда когда только увидела первые кадры с формулы уже честно сказать не припомню с какой на которой риолис презентовал эту замечательную разработку и вот с того момента я так сказать лишилась покоя очень долго этот набор был в моих желанных находился у меня постоянно в моем избранном во многих рукодельных магазинах но так случилось что получила я его в подарок и вот оно доказательство тому если кто помнит мое видео о зимних подарках подарках к новому году те наверняка видели я показывала этот наборчик подарила мне его раечка куприянова она тоже ведет свой канал на youtube ссылочку на нее я обязательно оставлю проходите знакомьтесь кому интересно ну в общем раечка подарила мне вот этот замечательный набор вот с такой бирочкой с открыткой счастливого нового года и она подписала знаю что не прогадала с набором но это действительно так потому что но это было не секрет что этот набор у меня был одним из самых желанных и вот сегодня наконец в разгар лета июль месяц не знаю когда это видео выйдет но снимаю в июле я этот набор начинаю как видите лежит он у меня абсолютно так же как я его упаковала рачка большой тебе привет и огромное спасибо за этот подарок это просто было ну был невероятный восторг получить именно этот набор но вот он дождался наконец-то своего часа лето июль но как известно как гласит старинная пословица готовь сами летом чем я собственно и занимаюсь поскольку я стараюсь трезво смотреть на планы на время на количество свободного времени на вышивку то я решила что начать этот набор в середине лета это будет оптимально для того чтобы надеюсь к новому году его завершить эта панелька у меня красовалась уже дома ой много говорю девочки на самом деле но это просто потому что переполняют меня эмоции почему собственно девочки наверное мальчики тоже есть которые меня смотрят в общем дорогие мои зрители подписчики рукодельные подруги давайте уже вскроем этот набор и посмотрим что же у нас такое интересное входит в его состав если кто еще не видел потому что вообще-то на ю тубе есть уже видео об отшитом этом наборе но я конечно буду рассказывать о своих эмоциях о своих впечатлениях номер набора 1729 это панель вертикальная 19 на 90 сантиметров согласитесь не маленькая в набор входит цветная схема канва 14 аккаунта 2 горта и до нитки шерстяные 17 цветов один цвет ниток мулине именно хлопковых и две деревянные вешалочки вот такие панели чки на которых будет размещаться вышивка и игла соответственно но давайте вскрывать и смотреть разворачиваем и конечно первое что просто покоряет меня это нитки ой боже я просто в восторге от этих цветов вот такие три планшетки вы только посмотрите какие цвета некоторых цветов здесь намотана по несколько плашек в общем понятно самые активные цвета которые используются конечно же их будет здесь больше всего ой как я тактильно вот соскучилась по этому ощущению шерстяных ниток это просто что-то удивительное так дальше смотрим канва 14 аккаунта ух ты какая она наверное будет длиннющая ой кстати сказать вот такая иголочка в нее воткнута сейчас мы с вами она как бы фиксирует канву сейчас мы с вами ее достанем ай-яй-яй вот сейчас положу пока сюда и покажу вам канву канва конечно ребята просто огроменная сейчас вот такая вот 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 я так полагаю что здесь но явно больше метра ну или метр где-то так 90 сантиметров ну я думаю что в сантиметров 5 7 риолис точно дает на оформление вот такая огромный такой кусок канвы так возвращаем иголочку и смотрим что у нас здесь дальше дальше у нас здесь схема и инструкция ну исчерпывающая абсолютно все начиная от того как обрабатывать края то есть как сделать вот ту самую тот самый край мережкой и заканчивая какими-то рекомендациями просто по вышивке крестом в общем я уверена что здесь совершенно будет несложно все это освоить и схема о смотрите здесь даже что есть инструкция потому как вот оформлять этот край в подробных в подробных абсолютно фотографиях ну все я за себя спокойно даже не владея какими-то декоративными стежками я теперь точно уверена что я смогу оформить эту панель как положено отлично отлично это очень радует так значит это у нас ага инструкция слушайте так у нас схемаш на трех листах получается ого-го да так сейчас мы с вами разберемся вот эта нижняя часть схемы на первом листе и внизу расположен ключик далее следующий лист и следующая часть схемы средняя и еще один лист и на нем уже я так понимаю верхняя часть обалдеть ребята вот это схемище ну могу сразу сказать кстати что вот такого типа схемы мне очень нравится мне легко по ним вышивать я никаких вообще затруднений не испытываю по этому поводу отрадно что здесь очень немного бэкстича наверное видите что здесь в основном везде идет полный крест даже в таких вот казалось бы небольших элементах не то что небольших а в элементах где по идее должна быть такая детализация даже в них бэкстич не присутствует практически вот эти шишечки вот эти маленькие ягодки бэк есть буквально вот немножечко по краям листочков морозник по моему называется да подскажите мне пожалуйста девочки кто знает как называются вот эти вот листики такие звездчатые они очень часто используются во всяких рождественских и новогодних дизайнах но я вот к своему стыду до сих пор не знаю как называется это растение по моему морозник поправьте меня если я ошибаюсь так ну и очень оправдно что в набор также входит вот смотрите две деревянные панельки упаковщица qc 18 большущие вам спасибо и привет если вдруг будете смотреть но и не прощаюсь увидимся с вами через несколько секунд и покажу вам свою организацию и первые крестики всем привет друзья в очередном включении никак я не думала не гадала что этот процесс так затянется самые внимательные зрители наверное видели в первой части что начинала я его аж в июле 2019 года но вот сейчас апрель уже 20 и я только снимаю продолжение этого видео потому что мне действительно теперь есть что показать по этому процессу откровенно говоря друзья у меня был такой амбициозный план завершить эту работу к новому году но как видите она по-прежнему в стадии вышивания но уже есть первый значительный результат которым я могу с вами поделиться и какие-то первые мои наблюдения наработки которые я хотела бы озвучить что касается организации то у меня все предельно просто впрочем как всегда ключ я отрезала вот он у меня располагается всегда на конве пристегнут рядышком вышиваю я по бумажной схеме не нашла перенабора конечно если бы нашла с удовольствием вышивала бы по электронной но впрочем я по этому поводу особо не печалюсь с бумажной схемой тоже вполне себе неплохо работается и так как я вам показывала в первой части видео эта схема состоит из трех листов и на данный момент у меня вышит полностью самый нижний лист что касается организации весь процесс у меня вот в такой папочки находится здесь же лежит обложка здесь же всегда находятся оставшиеся листы схемы в качестве органайзера я использую вот самый простенький дубка благо что здесь не очень много цветов и бленды вот если мы посмотрим в ключ так давайте поближе бленды состоят из близких рядом стоящих цветов 2 плюс 3 5 плюс 6 8 плюс 9 10 плюс 11 то есть таким образом чистые цвета я размещаю вот непосредственно там где они должны быть четко под цифрой а бленды ну вот например бленд из 2 и 3 можете видеть он меня как раз между вторым и третьим вот такая у меня несложная совсем организация оказалось к моему удивлению в первой части видео я в общем то толком ключ не рассматривала но оказалось что в этой вышивке больше полукреста чем креста и причем очень много полукреста в три нитки честно вам сказать наверное именно это и затормозило процесс вышивки моей потому что во первых я не очень люблю полукрест во вторых полукрест в три нити шерстью на 14 ну это то еще удовольствие плюс как еще эту нитку закрепить а в третьих полукрест здесь идет в такую непривычную мне сторону и вероятно поэтому вот у меня как-то этот процесс немножко затормозился я не стала размечать эту работу маркером вот то что вы сейчас видите здесь вот сбоку прорисованы цифры это просто для моего удобства я именно нумеровала вот эти вот как их назвать скажите мне параллели да наверное боже ребята я забыла школьный курс географии не помню как называются вот эти вот линии параллельный экватор да ну наверно параллели но не суть ладно в общем вот эти параллели я нумеровала в соответствии со схемой я такую вот сквозную нумерацию сделала потому что на схеме здесь как видите производитель не нумерует ну вот я для себя для удобства с первого и по уже даже не помню какая была последним потому что вышитый лист я выбросила я имею ввиду лист схемы поскольку я его зачеркиваю беспощадно темным фломастером но поскольку без разметки совсем я шить не могу не умею запутаюсь буду пороть и нервничать я решила перестраховаться поняв что эта работа у меня не получится наверное такой быстрый как я ее планировала и к новому году я ее вряд ли закончу опасаясь вот следов от маркера на конве я решила что сделаю разметку мононитью для того чтобы уж точно вышивать этот процесс столько времени сколько мне захочется потребуется и не переживать о том что останутся какие-то следы и вот можете видеть сейчас я вам постараюсь показать вот у меня по всей длине сделана разметка монониточкой но по мере того как я вышила вот один лист схемы я эту разметку убрала ну и что ж друзья давайте я вас не буду уже томить и мариновать так сказать долгими беседами давайте покажу что у меня есть на текущий момент вот что у меня появилась на конве это полностью вышитый самый самый нижний лист схемы вот если мы посмотрим на превью это где-то вот до этого уровня что касается первых впечатлений на самом деле они такие довольно двойственные с одной стороны мне очень очень нравится то что получается на конве и в который раз я не устаю петь дифирамбы дизайнером реолис которые умудряются из такого минимального количества цветов создать вот такую красоту с переходами с полутонами с объемными ягодами с объемной абсолютно шишкой это при том что на ней нет ни стежка бэкстича бэкстич есть вот здесь он обрамляет вот этот листочек вот здесь обрамляет тоже листочек и все больше здесь никакого бэка нет ни в этой вот шишки не вот в этих ягодках не в белых не в красных ну в общем ребята браво просто браво это меня восхищает и дает силы двигаться дальше еще один момент я хочу отметить это то что в схеме вот в самих цветах пуансетти очень удачно я бы сказала дизайнеры нашли такое решение при котором вышивальщицы приходится минимально менять нитку я вам хочу показать два значка которые здесь практически везде стоят рядышком друг с другом так давайте приблизим чтобы было лучше видно это вот такой значок вот этот вот я не знаю как как веретенца какое-то да вот он и вот этот значок просто ну такого кораллового цвета да вот вы видите что везде везде эти значки сопутствуют соседствуют вот этот значок вот это самое веретенцы вот она здесь идет вот 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 это восьмая ниточка в два сложения полукрест а вот этот значок это та же восьмая ниточка но плюс 9 в чем отличие сейчас покажу восьмая ниточка вот это веретенцы вышивается полукрестом вот с таким наклоном и рядом стоящий значок это тот же самый полукрест только уже в другую сторону и плюс 1 ниточка полукрест в другую сторону девятого цвета это очень удобно тем что заправив в иглу нить восьмого цвета можно сразу отшивать вот эти два рядом стоящих значка по схеме и никогда не запутаешься потому что полукресты наклонены в разные стороны и вот такое сочетание это что эти значки стоят в схеме рядом это очень сильно экономит время но кстати сказать сначала я путалась и вышивала эти значки по отдельности то есть терпеливо сначала проходила именно восьмым цветом в две нитки полукрест и потом уже делала по второму кругу заправляя нитку и проходя рядом стоящие значит стежки я вышивала вот этот комбинированный стежок который состоит из двух ниток восьмого цвета и 1 9 но потом приловчилась поняла что удобнее и быстрее вышивать эти значки практически ну по ходу одновременно и сейчас вот пользуюсь именно таким способом в общем друзья мои мне очень очень нравится что получается у меня на конве но вот единственное что сейчас затрудняет мою вышивку единственное обо что я так сказать спотыкалась да очень серьезно на первых порах это то что в этих листьях и вот здесь в этих ягодках довольно частая смена нитки но при этом эта шерсть она толстенная иногда она идет еще и в три нити и просто не знаешь как ее закреплять если бы вы знали какое у меня безобразие наизнанке ну собственно наверное почему бы не опозориться давайте покажу вот например вот такое безобразие сейчас поднесу поближе вот здесь вот например в ягодках вот посмотрите это натуральный вообще ковер потому что как закрепить иначе в три нитки шерстяные я как-то слабо в себе представляю я пробовала закреплять микро стежком но это не получается потому что этот самый микро стежок он получается настолько выпуклым что он просто сразу вот бугром встает на конве но в общем вот это немножко портит мне впечатление от процесса вот именно этот вот этот момент с закрепкой шерсти в три нитки но это наверное такие трудности которые в общем то можно потерпеть ради результата результат уже сейчас ясно что будет совершенно потрясающим но единственное что у меня мне уже сейчас совершенно понятно что изнанку мне придется закрывать либо тканью либо флизелином я не знаю чем но в таком виде конечно ее нельзя будет вешать эту панель но по-крайней мере я не решусь не дай боже кто-нибудь перевернет и как глянет вот на это все ну позор позор возможно это я не очень умелая вышивальщица и и все мои проблемы произрастают из того что я просто не знаю как правильно сделать не умею делаю неправильно может быть поэтому у меня получается такой коврище но честно говоря при такой частой смене значков ну как-то затруднительно оказалось для меня сделать аккуратную изнанку возможно просто еще все дело в том что здесь вот именно вот эти вот очень меленькие такие элементы вот эти ягодки вот они совсем небольшие может быть там где пойдут уже конечно крупные цветы там конечно же эти цвета ниток будут использоваться на большем пространстве то есть один раз закрепил ниточку вышиваешь ей довольно большой участок и конечно там закрепок будет меньше нежели вот здесь когда здесь одного цвета три полукрестика другого цвета четыре полукрестика вот этот крестик в две нитки здесь вообще один ну и в общем много вот таких вот нюансов вот здесь вот в этих ягодках в этих ягодках здесь здесь когда очень небольшое количество стежков но при этом полукрест в две-три нити и приходится в общем довольно часто его закреплять ну что ж друзья мои вот такие у меня первые результаты по этой моей панельки и вот вышив первый лист пока я ее немножечко приостановлю потому что я начала новый процесс и мне захотелось отдохнуть вот от этого полукреста и я выбрала набор от панны в котором полностью вышивка идет только крестом в две нитки нет никаких блендов и я просто знаете сейчас отвожу душу на том наборе потому что я его шпарю как сумасшедшие поэтому пуансетию я пока сняла с рамы вот показываю вам промежуточный результат но конечно я не буду ее забрасывать конечно я ее буду вышивать и если вам интересно как будет эта работа продвигаться дальше какие новые впечатления или эмоции она у меня вызовет оставайтесь на канале буду очень рада и на этом пожалуй у меня сегодня все всем замечательной погоды хорошего настроения и увидимся в моих новых роликах пока